Барни Барнато Композитор Зейн Кроунш Оператор Тоби Свейн Поэлл Автор сценария Джон Бёрч Продюсер Карл Фишер Режиссер Дэвид Листер Редактор субтитров А.Семкин Простите, сэр, вы не отец мистера Барнато? Да, но мне вам нечего сказать А вам, мадам? Иди, садись Эта леди, старый друг нашей семьи И приставайте к ней с расспросами Сэр, не сейчас, я сказал Покойной ночи, Ривка Все будет хорошо До свидания Спи спокойно Простите, сэр Вы из газеты? Да, сэр Передай своим читателям Что человек по имени Исаак Передай им, что богатым Господь дает пищу А бедным Аппетит Вот что я хочу вам сказать Но, сэр, вы не сделали Никакого заявления По поводу смерти вашего сына Это был несчастный случай Самоубийство Или его убили Ваше мнение, сэр? Мое мнение Не самоубийство Несчастный случай Или убийство Мое мнение Вы надоели мне Сэр, я понимаю такое горе, но Мое мнение Мой сын Никогда в своей жизни Не был так богат Всем известно Что у него было много денег Но что? Что я мог сделать Чтобы остановить его Он хотел уехать И уехал В Африку В Африку Там он нажил свой капитал В Африку В Африку Все, я поехал домой. Нет, 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 никакой помощи. У меня там в сумке есть бутылочка, будьте так любезны. Нет, 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 никакой помощи. Там у меня в сумке есть бутылочка, будьте так любезны. Спасибо, молодой человек. Спасибо. Ну почему, когда я начинаю трезветь, я обязательно падаю? Спасибо. Спасибо, что позаботились обо мне. Я помогу вам. Вы очень добры. Бог спаси королеву. Ха-ха-ха. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Вы поняли, где находитесь? Я просто отдыхаю. Вы нарушили границу чужих владений. Чем-нибудь занимаетесь? Маленький доход добывается потом большой лопатами. Вы владеете лопатой? Я получил лицензию два месяца назад, но пока что мне не везет. А вы? Похоже, я что-то нашел. Да, похоже на то. Не продадите его? Я заплачу пять фунтов. Пять фунтов за это? Конечно, и сигару в придачу. Оставьте сигару у себя и давайте пять фунтов. Откуда появляются эти камешки? Эти камешки, как вы их называете, подарок с небес. Вы никогда не слышали эту историю? Нет. Около 20 миллионов лет назад до Рождества Христова сверкающая комета вошла в толщу этих небес. Вон там. А возможно, немного левее упала на землю и разлетелась миллионами мелких осколков. Вы можете мне не верить, но я глубоко поверил тому человеку, который рассказал мне эту историю. После 14 миллионов лет ветра и дождя, их покрыл песок. Под ним они и были спрятаны, пока мы не нашли их 6 лет назад. 20 миллионов лет? А возможно, и технические сдвиги. Я бы тоже такое мог сказать. Не думайте, что я хорошо соображаю, но все же здорово. Гарри. Он вышел на минутку. А где? Куда они пропали? Кто? Мои сигары. А ты выкурил хотя бы одну? Нет. Так же и остальные. За все время нам удалось продать только 5 штук. Пришлось снизить цену. Клиенты сильно возмущались. Да и воняют они. Просто ужасно. Отвратительный запах. Поэтому я решила отнести их в кладовку. Не вздумай перетащить их обратно. Неужели промокли на корабле? Они же лежали в коробках. Ну ничего, я думаю, морская вода пошла им на пользу. Ты не коммерсант, приятель. Гарри. Взгляни. Сколько это стоит? Кто тебе его продал? Мистер Родз. Обман не в его стиле, но думаю, он не слишком настаивал на том, что это бриллиант. Он ничего не сказал? Сколько ты заплатил за него? Пять. Ширингов? Нет. Если найдешь покупатель на осколок кристалла, то 6 пенсов будет самая лучшая цена. Вот, держи свои 6 пенсов. Сегодня я щедрый. Со мной такое тоже случалось. Если тебе это поможет, не поможет. Одолжить тебе несколько ширингов? Не везет. А тебе? Нет клиентов. Спасибо. Сигарету? Нет. Мне надо ходить пешком. Питт сказал, что ты очень расстроен. Тебе не надо было так поздно сюда приходить. Ты ел сегодня? Я не голоден. Ни образования, ни знаний, ни положения в обществе, никаких перспектив. Ты идешь за мной? Мне нравится. Да. Ты не смог бы проводить меня домой? Да, конечно. До сих пор я не могу привыкнуть к этой пыли. Говорят, из-за нее такой красный закат. Сейчас я читаю «Великие иллюзии» Чарльза Диккенса. Он умер. Совсем недавно. Ты знал это? Я расплакалась, когда читала его историю двух городов. Первый раз я плакала над книгой. Отсюда я сама найду дорогу. Спасибо. Ты никогда не чувствовал себя скверно? Когда у человека такое настроение, он предпочитает оставаться один? А я нет. В субботу будут танцы, что скажешь? Нет. Почему? Я не хотела бы обсуждать этот вопрос. А я хочу. Я не умею танцевать. Я тоже. Но это меня не останавливает. Да, кстати, «Великие иллюзии» – это мой любимый роман Диккенса. «Великие иллюзии» «Великие иллюзии». Не спрашивай, кто. Я остался всего с несколькими пенсами. Оказался на милии. Брат, я попросить помощи не могу. Я хочу сказать... Не смейся. Я... Нет, нет. Скажи мне, у тебя есть мечта? А у тебя? А у тебя? Да, есть. У меня тоже. Потому что... Вот что я скажу. Я знаю, о чем писал Диккенс. Он писал о том, откуда я родом. О тех улицах, на которых я вырос. Об улицах, которые воняют так, что себе невозможно представить. Наш отец держал свой дом в чистоте. Запрещал нам ходить по дому в уличной обуви и без дела болтаться на кухне. Он относил в ломбард подсвечники, но всегда выкупал их. Чего он только нам не дарил. Мне томик Шекспира. Если бы я только мог хоть чем-то отблагодарить его. Если бы я мог дать своему сыну то, что дал мне мой отец, и даже больше, такая у меня мечта. Вот у меня в кармане всего несколько пенсов. Потому что сегодня меня надули. Но это не повторится, Фаня. Никогда больше не повторится. Вот что за совет мне был нужен. Спасибо. Пожалуйста. Это опять был он? Ты ему сказала? Нет. Я тебя предупреждал в стороне из таких людей. Ты же его ни разу не видел. Нет. Тогда почему ты его осуждаешь? Это что, другой случай? Да. Довольно неплохой был кристалл. Цена ему? Пенсов шесть, не больше. Хороший сегодня денек. Хотя было довольно пыльно. Мистер Роддс. Парнато. Вы слышали мое имя, и прошу его не забывать. Мне сдается, что сегодня я не доплатил вам 4 фунта, 19 шиллингов и 6 пенсов. Вы ступили со мной честно и справедливо. Я не в обиде на вас, мистер Роддс. Наслаждайтесь деньгами, другого шанса у вас не будет. Вот вам пример, джентльмены, как за 2 часа, начав с капитала в 5 пенсов, вы можете заработать... Заработать 11 фунтов и сколько-то шиллингов мелочью. Полагаю, я должен предложить вам выпить, друзья. Если ты этого не сделаешь, то живым отсюда не выйдешь. Что будешь делать с деньгами? Это хороший вопрос. Хватит бездельничать, пора работать. Неплохой это бизнес, продавать воду, только нечестный. Ларри, на гари на алкоголе зарабатывают чуть больше. Вот вы 10%, это все, что я могу сделать. Неделю будем жить. Я тебе благодарен, Айки. Без твоей помощи я бы не выжил в последние 4 месяца. Что-нибудь накопал? Ничего особенного. Почему бы не посмотреть на это философски? Что ты хочешь сказать? Пискать удачу в другом месте. Снова попытать судьбу за картами, за раскопками. Пискать удачу в другом месте. Помогите этому джентльмену встать. Ты нарушил границу чужих водений. Нарушил? Я заблудился. Ты не первый, кто это мне говорит. Интересно. Успел ли этот джентльмен припрятать камешки? Во рту камня нет. Я слышал одному типу, который стащил камешки и разрезли живот, чтобы проверить. Надеюсь, его сначала убили. Говорят, на прошлой неделе Янки поймали одного нега, который ворвал у них камни. Его застрелили? Нет. Нет, но с тех пор у него большие проблемы с пищеварением. Я бы не взял его, если бы знал. Сколько вы из него хотите? Ты хочешь, чтобы мы стали компаньонами, а почему нет? Потому что я еврей? Может быть. Это веская причина. Почему ты сбежал из своего гетто? Навоз должен лежать в канаве. Это тебя касается. Чемпион раскопок. Сейчас ты получишь по заслугам. Идите, работайте. Господи, что с тобой, Барни? Тот, кто это сделал, большой специалист. Кто тебе так отделал? Неважно, но... Прошу запомнить. Джонсон Саймон, закройте свой рот и послушайте. Тихо, Джон Андерсон, послушайте. Тихо, тихо. Он смеялся надо мной. Оскорблял мой народ. Лунылся над моими неудачами. И все почему? Потому что я еврей. Разве у меня нет глаз? Разве нет рук? Но... То, что в равене записался? У тебя очень грубые шутки, Руфус. А у еврея нет. У его есть мозги, чувства. Разве он не ест ту же самую пищу? Разве он не болеет теми же самыми болезнями? Не лечится теми же самыми лекарствами, что и христианин? Ударьте меня, я согнусь. Пощекочите меня, я буду смеяться. Отравите, я умру. Оскорбите меня, я буду мстить. Неплохо. Тебе надо выступать в суде. Спасибо, спасибо. А может, в политику, Барни? Так, не с Уфус. А то приближаются выборы. Для тех, кто не знает, эти слова были написаны Шекспиром. Он сказал, попробуй оскорбить еврея, но он будет мстить, как христианин. Как его зовут? Шнайдер. Так это сделал Шнайдер? Да. Знаешь, где его найти? Не связывайся с ним, Барни. Где? Это он убил старого Питерсона, чтобы заполучить его участок. Да. А когда загорелся салон, то за этим стоял. Не связывайся со Шнайдером. Где Гарри? Да. Здесь живет Шнайдер? Да. Миссис Шнайдер? Вы хотели видеть моего мужа? Он дома? Вы по какому поводу? По делу. По этому делу? Вы плохо знаете моего мужа. Пожалуйста. Не связывайте с ним. Вы понимаете, что я говорю? Пожалуйста. Прошу вас. Если не ради себя, то хотя бы ради меня. Не переходите ему дорогу. Я не понимаю. Я не могу объяснить. Но не связывайте с ним. Вы знаете, о чем вы меня просите? Да. Мэм, кто там? Прошу вас. Мы снова встретились. Но мне вам больше нечего сказать. Я оставил его в ванной. Он абсолютно пьян. Что ты хочешь показать мне? Вот что. Лошадь Сандерса? Она тебе обойдется недешево, но каждая пень, обложенная в нее, того стоит. Надеюсь, она не будет так много пить, как ее хозяин. Гарри это не понравится. Сандерс неплохой мужик, хотя я почти ни разу не видел его трезвым. Но его лошадка, она знает копии. И Сандерс хочет ее продавать. Если ты купишь у него лошадь, ты купишь его тело. Я знаю, что у него на участке с алмазами все в порядке. Сколько он за нее хочет? 30 фунтов. Черт подери ей Бог, спаси королеву. Почему вы ее продаете? Прохожу на пенсию. Это жара. Пыль. Эти мухи в моем-то возрасте. Кошмар, они жизнь для высокоуважаемого пьяницы. 30 фунтов, и она твоя в конце месяца. Я не могу вам дать больше 25. Быть может, мы договоримся? Ты ее особо не загружай. Только на таком условии я могу тебе ее продать. Ты сам прекрасно понимаешь, если бы я продал тебе ее за два пенса, то бы ты обращался с ней соответственно. Так, будь любезен, обращайся с ней как с леди. Она этого заслуживает. 27 фунтов, 10 шиллингов. Не пей, не больше. Итак, в конце месяца? Мох, спаси королеву. И сколько ты заплатил? 27 фунтов из твоих денег. Можешь считать, что это краткосрочный заем. Господи, успокойся, Гарри. Теперь на дних кормах можно разориться. Это же такие траты. Для ты это сделал? А для того же нет денег. А за твою заботу о лошади ты обязательно получишь долю прибыли. Кто-то мы ее не видели. Спеши, Гарри. Когда? А кто заплатит за выпивку? Ты. Но лошадь на твоей совести. Есть что-нибудь? Не хотите продать? Тебе? А где старик? На пенсии. Сколько за него хотите? 50. Что ж, это интересно для моей фирмы. Вот здесь трещина. Какая трещина. Смотрите сами. Согласитесь на 10? А у вас есть такие деньги? Чик я не принимаю. Хорошо, 20. Согласен. Я хотел бы заплатить вам сейчас, но у меня нет с собой таких денег. Дайте мне камень, я вам принесу. Когда? Через час. От силы через два. Здесь нет никакого подвоха. Вы доверяли Сандерсу? Абсолютно. А Сандерс доверял мне. Меня зовут Барнато. По рукам, мистер Барнато. Все поняли, идите. Кто там? Я занят до 7 часов, вы же знаете. У вас ко мне дело? Что вы хотите? Что я сделал? Нам сказали, что дружить с сынком негра нехорошо. Джо! Где твоя чековая книжка? Зачем? Мне нужен чек на 20 фунтов. Ты шутишь. Ты заплатил за него 20 фунтов? Прибыль по делям, согласен? Лили, дай мне чековую книжку. Конечно, я согласен. Сколько за него можно получить? Без трещин, хороший размер. 350. Давай чек на 20 фунтов. Я спешу в банк. Надеюсь, сегодня ты мне заплатишь за вложу исполна. Половину. Она принесла нам удачу. Что ж, я согласен. Ты принят в дело. Значит, я партнер? Не бери в голову. А почему бы нет? Спасибо. Мои часы, пожалуйста. Они золотые. Держите, сэр. Много сегодня заработал. Вот тебе на конфеты. Могу идти? Даже не сказал до свидания. Нет. Один камешек и 90 фунтов прибыли. Мне хочется это отпраздновать. У нас? Нет, Лили, сегодня я выхожу в город. Он тебе мой костюм. Я обращался с ним аккуратно, так что ничего не порвалось. Пригласил кого-нибудь? Я никого не приглашал. Просто сказал, приходи на танцы в субботу вечером. Надеюсь, не та официантка. Знаешь, что о ней говорят? Она черная. Она не такая, как мы. Она красивая, согласен? У нее хорошие манеры, согласен? Она тиха, скромна. Да? Она мне нравится. Гласист Гарри. Она леди. Много еще в городе найдется таких ребят, как я? Есть несколько. Лиза, классно. А ты пойдешь на этот бал? Нет, ты же забрал мой костюм. Ему он, кстати, очень идет. Моя дочь никуда не пойдет. Это мое решение моей жены. Моя дочь никуда не пойдет. Мы оба знаем, что представляет из себя этот молодой человек. Я уверен, что он тоже этого не скрывает. Я не хочу, чтобы твое имя стало достоянием городских сплетен. Он приехал сюда, чтобы заработать деньги. Он одинок. Это я понимаю. Но ты только посмотри на себя. Такая приятная девушка. Девушка. Женщина. А не жиль ты думаешь, что он женится на тебе? Ты знаешь, что говорят у нас англичане. И с каждым днем становится все хуже. Я думаю, что он женится на тебя. Я думаю, твоя матери. Она никогда не жалуется, но она страдает. Я знаю, чем старше я становлюсь, тем больше люблю ее, тем больше она страдает. я не хочу чтобы ты тоже страдал джон без ты всем надоел своим ворчанием наверное все одно и то же мужчины до мужчины хватит спасибо барни я здесь ты один не спрашивай почему садись я тебя угощу графини сержант сонненберг как поживаете сэр здравствуйте мистер бернато рад вас видеть сэр как вам вечер ничего одете сигару нет спасибо можно пригласить вас миссис шнайдер да пожалуйста вам нравится вальс мистер ротс мистер барнато да мэм вы знаете как называется этот танец нет мэм вы никогда не танцевали вальс мэм нет мэм тогда наверное нам лучше присесть да мэм нам пора шнайдер мэм Зря ты танцуешь с его женой, нарываешься на неприятности. У него мозги кабана. Хуже. Она благородна. Да. Наход сто тысяч в год. И из-за этого он женился на ней? Я слышал, тебе сегодня повезло? Не знаю, как будет завтра. Камни делают очень деликатные. Гарри мне небольшой помощник. Ему надо следить за баром, продавать пиво. По-моему, у него пиво больше, чем клиентов. Наверное, хотя, если бы его можно было уговорить немного снизить цену, лучше, чем ничего. Но цена за бриллиант зависит от спроса. Что мы сегодня имеем? Множество мелких старателей, они копают, что-то находят. Бывает, обогащаются. Но все это до поры до времени. Когда рынок будет перенасыщен, на арену выйдут большие компании. Так вы представляете торговлю бриллиантами как битву? Как индустрию. Мой секретарь Невил Пикеринг. Сонненберг, вы уже знакомы. Барнато, добрый вечер. Как поживаете? Неуловимый мистер Ротс. Графиня. Надеюсь, сегодня вы выполните свое обещание. Какое? Вальс. Вальс. Простите? Индустрия? Мне кажется, этот парень разбирается в том, что говорит. Барни, минуточку. Индустрия. Замечательно, бармен. Что? Что вы хотите? Выбирайтесь! Моя баня! Негодяи! Хорошее у тебя заведение, Омсбе. Нас продели передать. Продавай сейчас же, пока есть возможность. Если нет. Если? Нигер говорит, если. Нет. Мистер Омсбе, с вами все в порядке. Айки, тебе не надоело? Пожалуй. Пожар! 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 Принесите воды! Айки, сюда. Мистер Омсбе. Что случилось? Двое неизвестных. Они подожгли баню. Если твой отец заболеет, что вы будете делать? Мы сами о нем позаботимся. Почему ты не пришла вчера? Ты хорошо провел время? Я пришел туда один, и мне не с кем было танцевать. Зато я задел одного очень почтенного джентльмена. Твой отец не разрешил тебе пойти вчера со мной, потому что я... Потому что ты еврей? Да. Нет. Ищу вот это. Вы вчера видели? Да, это был мальчишка. И он сейчас пропал. В прошлой ночи его никто не видел. Должно быть, он сильно перепугался. Вам лучше уехать из города. Если парень объявится, мы его выследим. А Омсбе? Если он поправится? Я задаю себе вопрос, мистер Шнайдер. Нужны ли в этом городе? Решили навестить своего старого друга Омсбе? Наверное, нет. Как ты себя чувствуешь? Я могу чем-нибудь помочь? Я знаю, знаю. Тебе только так кажется. Он исчез без следа. Это было глупо. Я не могу финансировать эту сделку. Теперь лучше обратиться к Байту. А почему не к Соненбергу? Я всегда к вашим услугам. Сколько это стоит? И сколько же? Каждый по пять фунтов. Даю семь с половиной тысяч. Семь с половиной? Это же на триста фунтов больше. Конечно. Чего только не сделаешь для близкого друга. И мы оба в проигрыше. Это почему же? А потому. Это богатство Айки. Настоящее богатство. И оно безграничное. Если мы продадим эти камешки в Лондоне, то удвоим его. Знаешь, как я все это себе представляю? Как индустрию? Совершенно верно. Мы покупаем шахты, добываем бриллианты, продаем их себе же. А в итоге крупный счет в банке. Это серьезно? Ты думаешь, у тебя одного это получится? Нет. Я предлагаю партнерство. Отказываешься? Да. Когда ты заработаешь свои миллионы, ты будешь пить шампанское. Я шампанское не люблю. Гарри, вот у нас любят шампанское. Вы сможете пить его, а с ним вместе. Он ведь твой брат. Передай ему. Лили, бутылку шампанского. Разумеется. Замашки аристократа. Платишь ты? Ты платишь. Платишь ты, потому что у тебя сегодня праздник. Какой праздник? Братья Барнато. Ты понял? Стоило сделать поменьше. Размер то, что нужно. Знаешь, сколько это стоило? Да, знаю, Гарри, 14 фунтов. Но это стоило того. Зря. Итак, он уже приступил порог дома. Как долго он продержится? Месяц. Дойди. Посмотри. Что ты думаешь? Здорово. Гарри согласен. Со вкусом, да? Гарри тоже так думает. Хотя в голову это пришло только мне. Ну что скажешь? Нет. Ничего не говори. Знаешь, что, Фанни, я чувствую, что поймал удачу. Что у меня было? Пять пенсов. Мой карман был моим банком. А сейчас... Сейчас у меня много денег. Я могу поделиться ими с людьми. Вот так. Мне пришла в голову мысль. Я думал, одни-два недели. В конце концов, решился. Знаешь, что я решил? Знаешь, что, Фанни? Я решил вернуться домой. Ты прав. Вывеска красивая. Ривка. Ты получил письмо? Нет. Телеграм. Когда Кейт тебе её прочитает, дашь знать, о чём они тебе пишут. Свежие пирожки! Конечно. Конечно. Вот это очень хороший сырный пирожок. Да не трогайте вы руками. Тебе интересно, я знаю. Но что же я здесь стою? Может, они возвращаются? Может быть. Свежие пирожки! Я тебе обязательно сообщу, если они возвращаются. Мы это отпразднуем. Свежие пирожки! Где мои внуки? Джек! Телеграмма. Соли! Новости от твоих братьев. Вольф! Джек! У них всё отлично. Что случилось? Ваши дядья, у них получилось. Ты в этом уверен? Конечно. Папа, ты даже не вскрыл конверт, а уже знаешь, о чём они пишут. Деграмма дороже, чем письмо. Они должно быть разбогатели, как здорово. Я не мог научить их грамоте. Я даже не мог научить их английскому. Но я счастлив, что научил их думать. Что там написано? Что бы там ни было, они наверняка живут лучше, чем мы. Да, у них действительно плохие, но сейчас не время. Читай. Папа, ты был прав. Господь ответил на твои молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok